Вуаля вам двор колонец в самом центре города. Очень интересное заведение пол пивная. Значит, были пивные, были пол пивные. Здесь мы выясняем, знаете ли вы, какой любимый супчик у Обломова был. Вот здесь в ней растет травка, потому что они обычно засаживают травкой и цветочками и очень красивенько. Я всегда говорю, что в гробу я бы хотел видеть себя таким. Была у меня серия. Ну, возможно, она продолжится. Просто времени все никак нет. Нормально подготовиться. Романов без соплей. Давным-давно хотел я начать такую же серию под названием Классики без соплей. Будет выходить, понятное дело, редко, потому что классиков перечитать надо на время. И начнем мы с Гончарова и всего трех романов. Сегодня мы будем говорить про самый известный, про Илью Обломова и немножечко коснемся эпохи. Потому что даже если бы вот мы посмотрели на Адмиралтейство глазами Обломова, то мы увидели бы совсем другую картину. Я вам сейчас подставлю фотографию. Никакого еще нет фонтана, понятное дело. Это 70-е годы 19 века. И деревьев этих, самое главное, нет. Там угадываются такие чахлые деревца. Это бульвар. Вот сейчас еще одну фотографию поставлю. Бульвар, который разбил, был еще во времена Пушкина. Именно на этот бульвар, равнодевшую руки Бульвар и Онегин едет. И здесь, поскольку здесь была эспланада и пользуясь тем, что здесь открытое пространство, постоянно проводили всевозможные веселительные мероприятия для плебса, для простого люда. То есть, если мы, например, посмотрим вот туда, то мы увидим фотографию, где в конце виднеется Александровская колонна и огромная-огромная горка. Если мы переведем наш взгляд теперь вот в ту сторону, то мы увидим ее продолжение и купол Исаакиевского собора. Ну, еще одна фотография, собственно, по теме. То есть, здесь ставились огромные вот эти горки, размером с девятиэтажный дом, и с них на деревянных таких вагонетках народ, и иху, в самый низ, без какого бы то ни было страховочного приспособления. Просто скатывались, и вам было хорошо. Сегодня я вам подобрал такие выжимки из романа обломов, и я буду к ним обращаться. Они у меня записаны в отдельный файл, и я раздробил их на подтемы. Начнем мы, например, с фактуры города. Именно в обломове я выяснил интересную деталь, которую не знал. То есть, я очень часто рассказывал и показывал своим экскурсантам и в своих видеолекциях о том, что, естественно, раньше мосты были наплавные, плашковные, так называемые. Ну, вот, например, так вот они выглядели, да, это Исаакиевский мост. И когда их разводили и сводили, город был отрезан, потому что это ледостав или доход. Так вот, в обломове, это уже мы говорим про вторую часть, когда обломов живет на Выборгской стороне, а жил в Гороховой улице, именно так и сказано, в Гороховой улице, в которой мы сегодня с вами будем гулять. В воскресенье он был с визитом у хозяйки, пил кофе, ел горячий пирог и к обеду послал Захара на ту сторону за мороженым и конфетами для детей. Захара на силу привезли через реку назад, мосты уже сняли, а Нева собралась замерзнуть. То есть, мосты сняли. Между тем, на него наслали мостки. То есть, когда, это уже следующий абзац, когда Нева чуть-чуть подзамерзла и когда, сейчас направо мы идем, еще не проложили вот дорогу, я миллион раз рассказывал и показывал эту дорогу, она обсажена елочками, специально это сделано, чтобы в полыню не попасть, которая образовывалась от добычи льда для ледника. Как раз в романе «Обрыв» там бабушка главного героя Райского, она говорит, что вот снесли еду в ледник. Вот о том, что накладывали такие мостки, по которым можно было ходить, я не знал. А здесь вот в Обломове об этом говорится. И он ведь специально сидит там, скрывается от Ильинской, притворяется больным, постоянно интересуется, Катя, навели мосты? И этот вопрос повторялся каждый день. А отвечает ему, не знаю, барышня ныне не видела ни кучера, ни дворника, а Никита не знает. То есть они единственную информацию могли выяснить у простого люда, который их обслуживал. И у нас сломался стабилизатор, поэтому мы будем сегодня по старой памяти с дрыгающей немножечко картинкой. Возможно, вы не ощутите разницу, но будет интересно сравнить. Короче, на палку просто посадили. Очередной кусок говна китайского приказал долго жить, я их устал уже менять. Какой не покупаешь, летит, неважно, дорогой или дешевый. Одна и та же история. Гончаров пишет, он мало-помалу разуселился, велел привезти извозчика и поехал в морскую. В морскую он поехал к этой Ольге Ильинской. Он даже не поясняет, какую морскую, большую или малую морскую, но мы сегодня их будем проходить. И первая тема наша такая, достаточно плотная, она посвящена, конечно же, обслуживающему персоналу, как сейчас принято выражаться. Когда вы просыпались в ту эпоху, речь идет вообще про середину XIX века. Роман начал писаться, я не помню точно, по-моему, то ли в 1947 году, сюда мы сворачиваем, и закончил он его, по-моему, в 1959. Но я в датах не силен, поэтому вам виднее. И не факт, что, естественно, то, о чем там идет речь, захватывает конкретно эти промежутки времени, что-то и раньше происходит. Вот это изнанка города, которую я постоянно показываю, дворы. В этих дворах происходили те события, о которых я буду вам дальше рассказывать. Когда вы просыпались и высовывались в такой двор или на улицу, вы слышали. Картофеля, песку, песку не надо ли? Уголье, уголье. Пожертвуйте, милосердные господа, на построение храма Господня. А из соседнего вновь строящегося дома раздался стук топоров, крики рабочих. Это эпоха, когда город активно застраивался. Когда менялся высотный регламент с классического, заданного еще Николаем Первым. Все дома должны быть ниже Зимнего дворца. На следующий регламент все дома должны быть не выше ширины улицы. И уже подходило время к отмене крепостного права, собственно, про которое мы тоже сегодня будем говорить. Еще такая интересная деталь. Обломов, мы будем тоже об этом заикаться. Вуаля вам, двор колонец в самом центре города. Он без Захара ничего не мог сделать абсолютно. И из Обломова, из романа мы узнаем, оказывается, что чернила, но они же все писали чернилами, они у него закончились. И Захар говорит, а я их квасом разведу. То есть он разводил чернил квасом, и можно было еще что-то пописать. Также это уже идет речь про деревню, но она касается и города. Что вот в городе свечи, конечно, тоже берегли, но они жглись гораздо интенсивнее, чем в деревне. Потому что в деревне зажгут еле и две свечи. Свечка покупалась в городе на деньги и береглась, как и все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Агарки бережно складывались и прятались. Это говорит о том, что заводить, например, свечной заводик, вот тоже такая, знаете, фраза, он завел свечной заводик, это было крайне прибыльное предприятие. Ну, тем более, церковь потребляла огромное количество свечей. И вот описывается сцена, как Захар выходит вот в один из таких дворов, и тут целая компания. Вот из такой двери, ну, конечно, не из металлической выходил дворник, потому что это бывшая дворницкая. Дворник был хозяином двора, и он сидит вместе с кучером и вместе с какой-то другой служанкой. И они обсуждают, ну, вот где-то здесь, например. Хозяйку. Одну из хозяек, в общем-то, коллегу, получается, да, Обломова по дворянскому цеху. Она разрядится точно пава и ходит так важно. А кабы кто посмотрел, какие юбки да какие чулки носит, так срам посмотреть. Шеи по две недели не моет, а лицо мажет. То есть ваши слуги про вас все знали, и эти сплетни пускались по кругу во дворе. То есть вы выходите, вы думаете, что вы весь такой из себя, ну, спрятали концы воду, да, какие-то изъяны вашего тела, какие-то изъяны вашего белья. А на самом деле на вас, конечно, смотрят вам кланяться, но все в курсе, как дело обстоит на самом... ну, изначально. Вот здесь еще очень хорошая фотография. Примерно с этого ракурса снята то же самое вот Адмиралтейство башня. Вот так вот мы умеем парковаться. Гороховая улица, собственно, вот, в которой Обломов и проживал. И дальше из подъезда выбегает лакей, который одет богато, с ипалетами. Великая княгиня Мария Павловна, дочь великого князя Павла Александровича, старшая сестра Дмитрия Павловича, который участвовал в убийстве Распутина, она вспоминала, что когда они выезжали в Европу, то в Англии, например, их лакеев принимали за генералов, потому что они были богато одеты. И вот этот лакей выбегает, а там сидит еще 15-летний парень, казачок, и говорит, барин пять раз звонил, а меня ругают за тебя, щенка этакого, пошел. И дальше он начинает лупить этого несчастного 15-летнего паренька кулаком прямо в шею. Эта сцена описывается. Какова реакция Захара, например, хорошенько его, хорошенько, Матвей Моисеевич, еще-еще. Эх, мало, вот тебе, лысый черт, будешь вперед забаскалить. А тот, ну, немножечко подтрунил над Захаром, что ему, конечно же, не понравилось, да, какой право он имел. Дворня хохотала, дружно сочувствуя лакею, прибившему казачка, и Захару, злобно радовавшемуся этого. Только казачку никто не сочувствовал. Вуаля, вот такой простой, добрый русский народ, да, то есть кого-то... Ничто. Просто так. Снимание. Малая морская улица. Я уже, кстати, показывал эту картинку, но покажу еще раз, потому что вот этот дом у нас за спиной, он раньше имел совсем другую высотность. И эта высотность как раз эпохи Обломова. Здесь мы можем пойти просто по выделенной полосе. Вот здесь. Очень удобно водить здесь экскурсии, да, потому что троллейбусы едут редко, поэтому ты говоришь, смотрите назад, и мы спокойно идем здесь. Обломов. Призывает Захара к себе домой и говорит, ну посмотри, какая пыль, на что тот ему отвечает. А, нет, он его зовет. Захар, Захар. А Захар сидел с кучерами у ворот обращенных переулок. Это мы уже говорим про Выборгскую сторону. То есть Захар, что здесь с кучером сидел, да? Что там с кучером сидел? Ну потому что, понимаете, у вас слуги, причем в таком количестве, которым большинство времени нечем себя занять. Вот они сидят, лясы и точат, обсуждают своих бар. И очень хорошо описана цепочка передачи, такой интернет, да, 19 века, как информация поступала из уст в уста. Захар отвечает, что, ну, говорит, когда вы женитесь на Ольге Ильинской, обломов в шоке, откуда ты знаешь? Да вот люди Ильинские сказывали. Тут важный момент. Что такое люди? Это не просто вот люди, которые идут сейчас по тротуару, нет. Люди, это имеется в виду, как и слово «человек», которое мы с вами будем встречать, как и слово «девушка», это прислуга. В романе «Обыкновенная история» Александр Адуев, приезжая в Петербург, видит груши здесь и говорит, ну что же это за груши? У нас такие даже люди не едят. Отсюда какое понятие, если мы говорим про помещение? Людская, да? Людская комната – это комната для людей. А дворяне – они не люди, они боги. Сейчас зайдем сюда. А им кто сказывал? Я почем знаю. Катя сказала Семену, Семен Никите, Никита Василиси, Василиса Аниси, а Аниси мне. То есть вы понимаете? Вот, да. Сплетни, 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 сплетни. Почему мы заходим в этот двор? Потому что здесь сохранился, опять-таки, уникальный раритет. Но не вот этот. Он не у него, господи. Слушай, чтобы у него тут прямо первое-второе, компот, блин. Чтобы меня так кормили, как этих кисок, а? Офигеть. Нормалек вообще. Да, ну вот, видите, петли. Постоянно показываю. И почему мы точно знаем, что это все-таки бывший именно конюшный сарай, я вам покажу чуть дальше. И дальше приходит Аниси, жена непосредственно Захара, и говорит, да, и успокаивает барина, что нет-нет-нет, все нормально. А Обломов, он думает, что никто не знает про его намерение жениться, и в шоке, в дичайшем, что оказывается, вот люди уже в курсе. Приятного аппетита. Спасибо. Все для вас. Вас так же. Вот, видите, колеса отбойный столбик. стоит на углу вот этого здания. Соответственно, ну, почему он нужен, да, чтобы телеги не отбивали углы, и поскольку здесь вот это вот такое хаотичное движение постоянно присутствовало, да, выезжали кареты, выезжали, вот, вуаля. Более того, вот эти ворота, они сохранились, ну, только металлические, а здесь вот ворота были, ушли в небытие, но остались те же самые петли. То есть все это было населено лошадьми. Традиционная наша нумерация 14-20, 24-27-32. Почему так? Я миллион раз рассказывал. Да и Василиса не поверила, говорит Анисия с корговоркой. Она еще в успене в день говорила, а ей и Василиса рассказывала сама няня. У тетеньки все голова болит. Тетенька это тетка непосредственно Ольги Линской. А барышни плачут да молчат. Да и в доме приданого не готовят. У барышни чулков, пропасть не штопанных, и те не соберутся заштопать, что и на той неделе даже заложили серебро. Таким образом, Анисия сообщает Обломову, который и так весь бедный, несчастный, у него там всего 300 душ, ну не 300 душ, чуть побольше, да, как он будет жениться с таким капиталом. И он выясняется, что оказывается, у Ольги Линской тоже денег нет. У него чулки заштопаны, серебро заложили. И он такой, боже, и они заложили серебро. Вот еще один, брошенный в землю колесо отбойный столб. И он приходит в окончательное смятение, потому что он понимает, что он не выживет. По поводу денег мы еще поговорим. Слово «жид» оно использовалось простыми людьми как вот показатель такой, ну понятно, жадности, скаридности. Захар говорит, а вы-то с барином голь проклятая жиды, хуже немца. это он пытается полемизировать с одним из коллег по обслуживающему... Павел, здравствуйте, а можно с вами сфотографироваться? Да, давайте, конечно, да. Спасибо. Подписан на вас. Да, 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 спасибо. Спасибо, так, все. Люди очередные 300 рублей отработали, как мы обычно говорим. Дальше. Полно-полно постой, кричал дворник Захару, пытаясь его успокоить. Пойдем-ка лучше в полпивную. Очень интересное заведение, полпивная. Значит, были пивные, были полпивные. Чем отличие? Значит, пиво – это пиво в нашем понимании. Полпиво – это пиво разбавленное. И простой народ в основном потреблял, конечно, полпива. Более того, в этих полпивных, в отличие от пивных, куда было запрещено показывать военным и женщинам, полпивные, они могли входить. И полпивные закрывались, в отличие от пивных, в 10 вечера, а не в 9. И вот в этой полпивной Захар периодически проводит время. Более того, если мы посмотрим, скажем, роман «Что делать?» Чернышевского, то там мы можем найти такой отрывок. «Пошел себе Лопухов домой, и Верочка заперла за ним дверь». Верочка – это Вера Павловна. «Сама потому, что Матрена засиделась в полпивной». Вот вам прекрасное подтверждение тому, что в полпивные могли ходить женщины. Да, Чернышевский об этом пишет. Это действительно удивительно, потому что вообще девушка одна вот в такие заведения не ходила, как правило, но это считалось дурным тоном. И вообще про то, что девушка не могла ходить одна, мы еще поговорим, потому что в Обломове об этом тоже очень много есть интересных подробностей. Мы здесь уже ходили, на самом деле, и обсуждая секс у городской литературы, и у меня тут будет еще отдельный маршрут «Американский Петербург», у меня тут будет еще отдельный маршрут «Блатные улицы Империи», но позже. Или, например, «Салтыковщедрин». Множество полпивных, из которых сидельцы с чистым сердцем выплескивали на тротуар всякого рода остатки. Опять-таки, очень характерная деталь города. То есть, ты идешь, и тебе могут под ноги спокойно что-то выплеснуть. И вот почему я вам эти лошади показывал. Потому что вот эта история, вот умножьте ее на очень много-много-много раз. А, ты мне еще это показали? Да, я имею в виду показать вот это, да. «Комский помет», назовем это таким образом, да. То есть, представляете, как город, да, вонял. И в обыкновенной истории дядя, значит, говорит своему племяннику, Александру Адуеву, что здесь платят даже за чистый воздух. То есть, он имеет в виду, что летом петербуржцы стараются, конечно, выезжать за город, но деньги на это есть далеко не у всех, потому что нужно снять дачу. Едем дальше. «В саду почти никого нет», это описание. «Какой-то пожилой господин ходит проворно, очевидно, делает мацион для здоровья». Значит, мацион. Это слово, которое очень часто встречается в классической литературе. Оно от французского слова «мосьон». По-английски называется «motion», то есть это движение. Поскольку дворяне много жрут, мало двигаются, то им доктора просто прописывают ну хотя бы гулять. И в «Обломове» как раз уже в конце романа он гуляет по садику и постоянно пытается значит, немножечко подврать свои уже супруги, этой простой бабе, что он прогулял больше. Хотя на самом деле он гуляет гораздо меньше. Отсюда все вот эти подагры, вот эта такая аристократическая болезнь. Очень характерная деталь, показывающая, что «Обломов» наш человек. другой бы по шляпке, по платью заметил, но он, просидев с Ольгой целое утро, никогда не мог потом сказать, в каком она была платье, в какой шляпке. Да-да-да-да-да-да-да, брови сбрило, да, помните анекдоты про то, как жена в противогазе показалась мужу. Кофемолка называлась «Кофейной мельницей». Это опять-таки мы узнаем из романа, потому что вот он все любуется его новой хозяйкой и то, как она может вертить ручку кофейной мельницы. Барон, который ходил к тетке, а в итоге посватывался к Ольге Ильинской, он, ну, такой он уже в годах, и о чем мы выясняем, несколько раз целовал ей руку так, что крашенные усы оставили даже маленькое пятнышко на пальцах. То есть он каждое утро берет усы свои, подкрашивает, да, и потом эта краска, ну, представляете, с таким, например, поцеловаться с таким смачным поцелуем. Здесь мы посмотрим, во-первых, вот сюда, значит, я вам хочу показать фотографию, где вот на том углу мы можем видеть ларек, лавку, торгующую, в данном случае, торгующую фруктами. И это, опять-таки, фотография примерной эпохи Обломова, ну, там плюс 10-20 лет, конечно же, да. Затем, если мы посмотрим в ту сторону, да, это Красный мост, то мы увидим, как стоит огромное количество барок с дровами, потому что, опять-таки, дома, пойдем дальше, отапливались исключительно деревом. Не хочется тень, наверное, выговаривает Обломов своему слуге Захару. Понимаешь ли ты, что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене. У меня и блоки есть равнодушно, отозвался. Захар. На нем? На Захаре. Мы же не снимали, да, по-моему, этот двор ни разу? Ну, надо зайти тогда, ладно. Сейчас мы... Подгон, который я не планировал вам делать, но вы же хорошие зрители, да? А хорошим зрителям чего не сделаешь? У меня в путеводителе в моем есть прекрасное описание про то, как Астольда Кюстин, автор такого тенденциозного романа о России в 1937 году, приезжает в Петербург, селится в гостинице Европы, сейчас одна из таких самых гостиниц, отелей, и вот его там начинают клопы жрать, и ему владелец как раз гостиницы говорит, что а вы просто не садитесь туда, где сидит простой люд, потому что у них огромное количество живности. Астольда Кюстин, он что делает? Он ссылает слугу на рынок, тот покупает ему свежайшее сено, тот набивает свежий матрас, тюфяк, кладет его на кровать, кровать ставит четырьмя ножками в четыре таза с водой, и это все равно его не спасает. Да, поэтому что, да, у меня и блохи есть, говорит Захар, и уже в самом-самом конце, когда что, встречает его абсолютно обсустившегося, такого послеповатого старика, тот сетует, что раз заглянула ко мне в коморку его хозяйка, барыня, увидала клопа, растопталась, раскричалась, словно я выдумал клопов, когда же без клопов хозяйство бывает, то есть Захар не понимает, как можно жить без клопов. точно так же он описывает, как он устроился работать кучером, лошадь понесла, и даже под карету однажды чуть кто-то там не бросился, чуть не взломала, а в другой раз старуху смял, в часть взяли, в часть, это полицейскую часть, обратите внимание на фразеологию, старуху смял, то есть он наехал на старуху, и его за это взяли в часть. То есть вспоминайте, я миллион раз рассказывал, как это нарго называлось, да, колонча, на колонча шары вывешиваются во время наводнений и пожаров, это называлось ночевать под шарами, то есть Захар мог бы сказать, что я ночевал под шарами. И вот дальше Захар сетует в Штольцу, в лакеях грамотных теперь требует, да и в знатных господ нет уж этого, чтобы передний битком был набит, то есть он имеет в виду как раз то время, вот когда он жил с обломом, когда в передний был битком набито народу, не важно, что этот народ делает, просто у тебя должно быть огромное количество дворней, потому что это некий статус. Сапоги сами снимают с себя, представляете, сами снимают с себя сапоги барри, но об этом мы тоже поговорим. Срам, стыд, пропадает барство, то есть вот психология, да, крепостного, пропадает барство, он считает, что ну не должен баррить, надо это делать, то есть у него в башке это укоренилось. Конечно же, но это вообще характеризует всю русскую литературу, я вот отводил несколько экскурсий про блокаду, поскольку мы снимаем это все в майские праздники, и сегодня вот у нас была экскурсия на Васильевском острове, я показывал дом Тани Савичевой, рассказывал про мазичиста Фролова, который умер в 42-м году, рассказывал про художника Билибина, который умер в 42-м году, это все связано с Академией художеств, и еще там ряд подробностей говорил, и не могли люди читать русскую классику, блокаду, потому что там сплошная жрачка, все про еду, и вот ты читаешь Гончарова, господи, да все про еду. Во-первых, во сколько люди обедали? Вот в самом начале романа Овчинин зовет, что так рано? Они просили в 12 часов, отобедуем пораньше, в часа в два, да и на гулянии, это он зовет его в гулянии в Екатеринговском парке, в Екатерингове, в два часа это пораньше, почему? Потому что обычно все обедали в 4, а лучше в 5 часов. Часов во втором хозяйка из-за двери спросила, не хочет ли он закусить? Почему он заглядывает ему во втором часу? Это на выборской стороне он живет, потому что до пяти, до обеда еще время много. Как же закусить? Вот что в вашем понятии закусить? У них пекли ватрушки, подали ватрушки и рюмку смородиновой водки. Обломов закусил. Дальше Захар рассказывает Обломову, как он общался с барышней Ольгой Линской. Я сказал, что дома и ужинали, мол. А разве он ужинает, спрашивает барышня. Двух цыплят, мол, только скушали. И усмехнулась, что ж так мало? Двух цыплят. Я сейчас сожру двух цыплят и еле встану. Для Обломова съесть двух цыплят – это мало. Такие были порядки. Ну и когда идет описание его деревни, то там описывается, как они готовили еду с возможным праздником. Индейки и цыплята, назначаемые камениным и другим торжественным дням, откармливались орехами. Гусей-орехи, кстати, я хочу сказать, это дико дорогое удовольствие в то время. Потому что это часть как бы десерта. Собственно, как и чернослив, как и изюмы, как вот это все. Гусей лишали мациона. Опять-таки, вот видите, как он выражается? Гусей лишали мациона. То есть, что они лишали их движения. Заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Анися опрометю. Да, и здесь, это уже следующий, на самом деле, эпизод, здесь мы выясняем, какой, вот знаете ли вы, какой любимый супчик у Обломова был? А такой же, о котором мечтает Глеб Жеглов. Эх, Шарабов сейчас без супчика. Да, с потрошками. Да, Анися бежит на рынок за потрохами для любимого супа Обломова. И потом в обрыве бабушка, значит, Райского, она тоже говорит, ой, так что же это за еда? Давайте лучше вот потрохов сделаем. Вот что-то у них такая вот к потрохам была прямо, ну вот, страсть, любовь и так далее. Ну, плюс, когда Обломов переезжает на оборудовскую сторону, хозяйка ему говорит, водки неудобно ли? Он говорит, да я водку не пью. Она говорит, ну, а вот мы свою готовим на смородином листу. Обломов попробовал водку смородиного, ему понравилось. И с тех пор он, вот, как вы видите, да, с фатрушечкой, водочку на смородином листу. Совершенно офигенный дворик, один из моих любимых. Да, он ухоженный. Самое интересное, что вы гуляете, допустим, по... по гороховой и реке Мойки. И не догадываетесь про вот такое шикарное место. И здесь, если вы посмотрите на эндес-картах, вы увидите рояль в кустах. И мы к этому роялю сейчас подойдем. Да, он отмечен на эндес-картах, это правда. И вот уже в финале, когда Обломов прошел все вот эти стадии, когда вы там пытались кинуть, кофе подавался ему так же тщательно, чисто и вкусно, как в начале, когда он несколько лет назад переехал на эту квартиру, на Выборгскую сторону. Суп с потрохами, макароны с пармезаном, кулебяка, ботвиня, свои цыплята. Свои цыплята, это крайне важно, потому что, опять-таки, они правильным образом откормлены. Значит, пармезан. Сейчас вы... Ну, он, в общем-то, и сейчас стоит недешево, да, если нормальный пармезан, да. В то время сыр и пармезан, в частности, это очень серьезный деликатес, из Италии привезенный. И, конечно же, его могли позволить себе далеко не все. Поэтому вот макароны с пармезаном, это, ну, такое лакомство, да, для Обломова. Сейчас здесь, во-первых, не льется никакая водичка. Во-вторых, вот здесь не растет травка, потому что они обычно засаживают травкой, цветочками, и очень красивенько, да. Красивенько. Так же красивенько, как ты вошла в мою гречную жизнь. Вот так же красивенько, да. Дальше мы переходим к такой теме, о которой мы будем говорить и на следующих выпусках. Но это вообще касается не только Гончарова, это секс. Дело в том, что, когда мы читаем, ну, и вообще, когда мы знакомимся с классической литературой и с возможными писателями, о которых нам со школьных скамьи рассказывают, как про каких-то там небожителей и так далее, мы воспринимаем это через призму, ну, вот, школьной программы, да. Но на самом деле, просто это было время, когда ты официально не мог декларировать определенные вещи. А на деле-то они, естественно, были. И более того, люди той эпохи, особенно дворяне, они сталкивались с гораздо более сложными условиями удовлетворения своих сексуальных потребностей, потому что с представительницами своего класса они не могли свободно, вот, ну, типа, мы встретились в баре, поехали ко мне и так далее. Не, ноу, сорян, да. До свадьбы вообще не ним. Начинается все вот с таком нюансе. Обломов встречается с Ольгой Ильинской, которая приходит к нему одна, и он говорит, я вот тревожусь, как ты одна? Это уж моя забота, отвечает. Лучший раз, если бы я с Матант, приехал Матант, это моя тетка. Тетка. Тетка, 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 да. Я уже все, у меня уже... Обратите внимание, что вот отсюда вы не зайдете. А оттуда зайдете. Теперь меня проклянул житель этого дома, но я призываю, естественно, не ходить сюда, а, ночью, и вечером, б, не бухать, не орать, вести себя добу... Ну, не ссать, это даже не оговаривается, вести себя достойным образом, чтобы не позорить великое имя, в том числе писателя Гончарова. Не могла девушка пойти одна никуда, вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Она всегда должна была быть с кем-то, если не своей теткой, если не своей матерью, отцом, братом и так далее, то с кем она вот какую хитрость придумала, да? Она ему объясняет. Она вышла из дома и с человеком, к золотых дел мастеру, то есть к ювелиру. Что значит, что она вышла из дома с человеком? Человек, это опять-таки профессия, да? Он работает человеком, он служит. Точно так же, как он работает мальчиком в лавке. Точно так же, как райский все вот там ухаживает за своей кузиной и в какой-то момент приходит, она такая вся в дизобелье немножечко, и сначала не говорят, а потом она, когда он начинает не проявлять определенный сексуальный интерес, она встает и уходит с девушкой к себе в уборную. С девушкой, это имеется в виду со служанкой. Так вот, она ушла с человеком, к золотых дел мастеру, мастеру и специально придумала, как будто она забыла дома золотой браслет и послала человека за ним. А сама, пользуясь случаем, пользуясь ситуацией, встречается с Обломовым. Я велел сказать, чтобы подождал меня, если он придет и не найдет ее, а я в другой магазин пошла, сама сюда. И дальше вот Обломов, который ухаживает за... Да что ж такое-то, а? Обломов, который ухаживает за этой Ольгой Ильинской, ну вот прямо, знаете, сю-сю-сю-лю-лю-лю, му-му-му-му-пу-пу-пу. Я соблазнитель, волокита. Мне достает, чтобы я, как этот скверный старый силадон с масляными глазами и красным носом воткнул украденный у женщины розан в петлицу и шептал на ухо приятеля о своей победе. Отсюда мы выясняем, как бы, ну, знаете, звезды наносят, да, на борт. Количество сбитых бабушек на перекрестке. Вот так же они метили, допустим, цветок у девушки взяли, с ней переспали, да, и вот, типа, я... Обратите внимание на слово силадон. Силадон это вообще герой такого пасторального романа острее французского. Изначально это влюбленный пастушок, но в России это, значит, стало именем нарицательным, нарицательным, немножечко смахивающее там на Казанову, на Жуана и так далее. Потому что, например, у Пушкина смехи, вольность, все под лавку. Смехи, обратите внимание, смех в блажном числе, смехи, вольность, все под лавку. Из Катонов я в отставку. Катон это древнеримский, в том числе, литератор, кстати, автор фразы, Карфаген должен быть уничтожен. Он выступал против роскоши римлян, и поэтому Пушкин тем самым дает понять, что, во-первых, он из литературы вон, ну и вот из этого прекрасного мира тоже вон. И теперь я, Селадон, как раз человек, который приступает все эти нормы. Миловидный жриц Италии видел прелести Натальи и уж в сердце Купидон. В сердце Купидон это у него пристал, если переводить с поэтического высокого на простой. У Герцена, например, тоже есть такая фраза в романе Сорока. И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому пляшевому Селадону? Я расхохоталась. Дальше Обломов рассуждает. Я посягал на поцелуй. А ведь это уголовное преступление в кодексе нравственности. О, Боже! И ни первое, ни маловажное. Еще до него есть много степеней пожатия руки, признания, письмо. Это мы все прошли. И дальше он, соответственно, посягает на поцелуй. Здесь я хочу обратить внимание на мемориальную табличку, которую, естественно, все проходят, никогда не замечают. Это уровень воды. 7 ноября 1824 года. На самом деле, я всегда говорю, что он немножко был выше, потому что дом врос, а культурный слой поднялся. И в ноябре, как мы знаем, очень хорошая вода располагает к плаванию, а плавать народ, как правило, не умел. И вода прибывала очень быстро, поэтому жертв было очень много. И такие таблички у нас на самом деле раскинуты по городу, но опять-таки их мало кто замечает. Ильинская рассуждает. Не любит два раза в жизни, думала она. Это, говорят, безнравственно. Вот все, понимаете, два раза любить безнравственно. А если бы она два раза отдалась кому-нибудь. Вот хорошо, что я веду высоконравственный образ жизни, да? Бабушка у вас была, любовь, да, внученика, одна и на всю жизнь. Моряки. Обломов описывается. Какой он прекрасный, какой он замечательный человек. Ни одного пятна, упреков в холодном, бездушном цинизме, без увлечения и без борьбы не лежало на его совесть. Он не мог слушать ежедневных рассказов о том, как один переменил лошадь, мебель, а тот женщину, и какие издержки повели за собой перемены. Мы отсюда выясняем, что, ну, вот, переменил женщину, что были, ну, попросту говоря, льны, которые прекрасно ходили по женщинам, а, соответственно, был довольно широкий спектр этих женщин, которые могли отдаваться. Но, вот, понимаете, это как-то не укладывается у нас матрицу поведенческую 19 века, потому что, опять-таки, мы живем с неким стереотипом о том, что там вот все такое, знаете, облику морали. А вуаля! Классики нам говорят об обратном. Ну, и, наконец, вот я каждый раз думаю, вот он встречается, да, Обломов, очень много раз с молодой девчонкой, ему уже за 30, он лежит лежным. Я уж не знаю, есть ли у него силы на вот это дело, я думаю, что есть, да. И вот у него все пылает, все в огне горит, и как он с этим справляется? И как это описать в классическом произведении? Вот он встречается, и вдруг ему, ну, прям, ну, захотелось ее. Вот что он с этим делает? Он берет себя в руки, а Ольга говорит следующее. Ты, молодая, не знаешь всех опасностей, Ольга. Иногда человек не властен в себе, в него вселяется какая-то адская сила. На сердце падает мрак, а в глазах плечут молнии, ясность ума меркнет, уважение к чистоте, к невинности все уносится в бихрь. Человек не помнит себя, на него дышит страсть, он перестает владеть собой, и тогда под ногами открывается бездна. Это значит, он хочет ее трахнуть, выражаясь высоким штилем. Но Гончаров, конечно, не мог написать, он хочет ее трахнуть, тем более мы знаем по рассказам Чехова, по его письмам, что, я не знаю, как в эпоху Гончарова, но во времена Чехова употреблялся глагол «тараканец». Они не трахались, они тараканились. Особенно это говорилось про женщин, не только с низкой социальной ответственностью, а про тех, которых меняют, как перчатки. И уровень эротизма был настолько высок, мы еще будем говорить про всякие ножки, но это в основном как раз в следующем выпуске про роман «Обыкновенная история» и обрыв, что в отсутствие интернет-порнухи они возбуждались на какие-то очень странные для нас вещи. Например, Обломов смотрит на вот эту хозяйку на выборской стороне и смотрите, он любовался ее полными, круглыми, вот как вы думаете, чем? Локтями, ребята, локтями. Полные круглые локти Обломову доставляют некое сексуальное удовольствие. Здесь мы с вами приостановимся, потому что, во-первых, я хочу показать вам вот этот вот дом замечательный, с потрясающими вывесками, рассмотрите их внимательно. И еще я вам хочу показать Капкей. На него, кстати, надо будет отдельно рассказать, потому что на этом мосту пытались народовольцы заложить бомбу, но это в другой раз. Нам надо не казанскую, а казначейскую. Нам надо не казанскую, а казначейскую. Но это все рядом. Вот если мы развернемся и посмотрим вот туда, то мы увидим, как строится дом. Тоже, опять-таки, почти такая Обломовская эпоха. Ну и, полюбовавшись окнами, ой, господи, окнами этими. О, смотрите. Николай II. Николай II, Бессмертный полк. Там Николай II, да. Как все смешалось в доме Обломских. Как у вас хороши руки. Можно хоть сейчас нарисовать, говорит Обломов. Любой с ней по локтям. Вас возбуждают локти? Да? Господи. добро пожаловать в нее. Сейчас он поедет по этой выделенной полосе. Поэтому мы уступим его место. Ну, я уже говорил об этом, но ты когда смотришь вот фильмы, да, американские, там постоянно вот это вот нон-стоп. и ты думаешь, ну, наверное, это просто эмбель такой, атмосфера сделанная. Но нет, реально, приезжаешь, и там постоянно мигалки самые разные раздаются. Мода. Немножечко про моду эпохи. Ильинская сидит и что-то вышивает. Обломов спрашивает, что она вышивает, она говорит, сонетку. Что такое сонетка? Причем он спрашивает, что это? Она говорит, ну, это вот цветы сирени. Сонетка это такая широкая полоса, которая привешивалась к замку, к звонку, в который звонили, чтобы человек, локей, слуга принес вам что-то. И действительно их очень часто вышивали. Затем в самом начале романа к облому приходит один из его посетителей и говорит, что у неких там людей дача утопает в цветах. Галерею они пристроили готик. Готик написано по аля франсе. У меня в руках замечательная книжка нашего историка архитектуры Пунина. И здесь вот это потрясающе смотрите какая закладочка билет на самый первый концерт 98-го года Депешмод. Один из самых крутых концертов которые я вообще видел в своей жизни еще в старом СКК неразрушенном. Значит это было время которое началось примерно с 30-х годов когда в моду входила неоготика. Входила она с подачи Николая Первого самая известная неоготическая постройка например в Петергофе это капелла построена по проекту архитектора Божечки кошечки он же не Шлютер он же не Шехтель он же не Шлиман он же Юг Мукалек ты же рассказываешь об этом миллион раз у меня есть книжка про него я в Берлине показывал здание Академии архитектуры которая считается протоконструктивистским Шинкель Шинкель да? Шинкель Карл Шинкель в общем голова просто блин дырявая так вот значит ну во первых все вот эти там Байрон Вальтер Скотт Гоголь пишет о том что Вальтер Скотт стряхнул пыль с романтики и готики и могущественным словом Вальтер Скотта вкус готическому распространился быстро везде и проникнут во все это Гоголь пишет еще не сделавшись великим он уже сделался мелким сельские домики шкафы ширмы столья столья и стулы стулья и столы все обратилось в готическое это Гоголь пишет про тенденцию все обращает в готическое ну и например художник Федор Бирлов старший брат Карла пишет в Петербурге входит в большую моду все готическое в Петергофе маленький дворец выстроен для императрицы Александра Федора на готическом вкусе в сарском стиле ферма это знаменитая ферма которая до сих пор сохранилась теперь граф Потоцкий уже сделал столовую в готическом стиле у Монферрана есть одно окно вставленное на него смотреть приезжает разиня рот как чудо Монферран цели свое окно в 1300 рублей следственно ты можешь себе представить на какой ноге готик вот видите тоже написано по-французски готик да то есть это все тенденция эпохи а мы тем временем подошли к дому табачника Жукова вот смотрите какой он во-первых большой да вот он начинает тянуться вот оттуда и продолжается мы не знаем в каком доме жил Обломов и не можем этого знать потому что не оставил естественно адреса Гончаров но мы можем предположить в каком потому что конкретно этот дом строился примерно в ту эпоху и архитектор Гребенка старшего брата которого вы знаете по прекрасному романсы очень черные очень красные вместе с владельцем решил провести рекламный трюк они построили этот дом за 50 дней сейчас если вы такой дом вообще любой дом заведете за такие короткие сроки это ну прям огонек а в то время это ну было извините традиции не встать поэтому сюда съезжались смотреть на это действие со всего города делали ставки на тему того успеет или не успеет таким образом значит домовладельцем во-первых раскрутил этот объект ну то есть это была такая пиар-акция и конечно же про него говорил говорили все и естественно Гончаров тоже был в курсе темы и Обломов он живет в большом доме давай перейдем туда в Гороховой обратите внимание в Гороховой улице и вот есть предположение улицы Ротарабедов что дом Обломова это конкретно этот дом вторую часть Гороховой мы сейчас не будем задействовать мы может быть нам еще окажемся когда я там про Распутина буду отдельно рассказывать Гороховая улица к Гороху вообще никого отношения не имеет Геррих был изначально один из домовладельцев которого наш народ переделал в Гороха а улицу назвал Гороховой точно так же как Брэмли англичанин живший на Петроградской стороне Петербургской тогда был переделан в Бармалея и поэтому улица Бармалеева и когда Корнееван Чуковский гулял там с сыном корешем они решили поиграться и придумали этого персонажа Бармалея точно так же как Холидей англичанин которого переделали в Голодай и теперь у нас остров Голодай и так далее и так далее вспоминаем кстати про охотку с Вашенковым где он рассказывал как Голодай с Гаванскими мочились мы сейчас сделаем паузу в нашем повествовании потому что я хочу показать вам вот этот дом по проекту архитектор Литвали во первых я сейчас поставлю картинку как он выглядел до революции и здесь конечно же вызывает просто экстатическое восторжение вот этим прекрасным рельефом где голые мужики повернуть свои мощные задницы прижавшись друг к другу плотно-плотно демонстрирует ну я считаю это статья но приглядевшись внимательно мы можем увидеть что у одного из этих мужиков на голове шапка крылатая это боги Эрмеса и Меркурий соответственно это боги о боги давайте я сфотографирую чтобы потом вам подставить крупно этих ребят вот так мы сделаем и вот так мы сделаем на что еще нужно обратить внимание на конечно же ну сам этот гермес повторяется под балконом дальше по бокам там возле каннелированной части колонны люди тащат на себе гирлянды это из рогов изобилия вам на вас должно благо литься ну и вот жертвенные бараны там сверху ну и вообще вот эта вся фактура этого здания она показывает тенденции того времени я вот пока демонстрирую на всех экскурсиях дома например по проекту архитектора Перетитковича дом Вабельберга и на как раз там больше морской банк у лидвеля есть дом в самом начале большой морской когда у нас будет экскурсия по облатные улицы империи я вам покажу вот например в панда на этом и построить а мы возвращаемся к товарищу гончарова и к темам да деньги давайте поговорим про такое как деньги что почем зачем и почему значит Субинский такой герой описывает жизнь своего приятеля сколько он получает 1200 рублей жалования он получает дальше особо столовых 750 столовых это ну реально на еду да ему выдается квартирных 600 это на казенную квартиру точнее на квартиру если нет казенной пособие 900 на разъезды 500 до награды рублей до тысячи то есть он живет очень хорошо вот этот угол очень хороший посмотрите сейчас поставлю фотографию там все торгуют клеенками а сейчас там дикси тарантьев вот этот тарантьев который вечно приезжал к обломовой ну и где просто вил из него веревки он к нему заезжает и говорит дай-ка табаку да у вас простой не французский то есть должно быть все импортное ребята да не отечественное а че не французские ну и говорит что вот у вас родственник хотя это не родственник обломова этакой свиньи я еще не видывал как ваш родственник взял и когда-то у него уж года два будет 50 рублей займы но велики ли деньги 50 рублей велики ли или нет мы сейчас поговорим кстати кажется как не забыть нет помнит и вот он начинает его доставать понимаете верни должок верни должок как будто мне не надо он говорит мне надо а мне не надо я что за богат чтобы ему по 10 рублей отваливать понимаете вот эта логика взять в долг и не вернуть она тоже прослеживается и в обыкновенной истории мы об этом будем говорить и в обрыве мы будем говорить там такой Марк приходит к райскому и занимает у него там 100 или 200 рублей я не помню и открыто интересное он говорит что он не вернет но занимает при этом да дальше Обломов порылся в ящики вынул тогдашнюю красненькую 10 рублевую купюру ее просто так называли красненькая я сейчас покажу как она выглядела это красненькая 10 рублевая купюра потому что Тарантьев хочет Мадеры и он говорит Мадера стоит 7 рублей дает ему эту купюру чтобы вы понимали ну вот как рэперная точка допустим Гоголь снимал квартиру за 30 рублей в месяц да понимаете или за 25 я уж точно не помню например маленькую такую комнатушечку покажу вам вот здесь фотографию еще советского производства детки играют никакого еще интернета мир труд май ну и вообще вот этот москотельный переулок да еще одна фотография советского времени все убитое асфальт убитый те старые грузовики москотельные товары напоминаю это ну вот москотельный ряд был в охотном ряду в Москве это те товары которые у нас что бытовая химия дальше и вот обломов его спрашивают сколько он имеет дохода надо штольца спросить как приедет кажется тысяч семь восемь худо не записывать а ему управляющий пишет что он теперь ему меньше будет платить так он теперь скажет меня на шесть ведь с голоду умру чем тут жить во-первых обломов сам не не знает не понимает сколько денег он имеет своих крепостных крестьян во-вторых для него то есть шесть тысяч в год это типа он с голоду умрет квартиры вот Тарантьев вот спрашивает ты сколько здесь платишь за квартиру говорит полторы тысячи а там говорит тысячу будешь платить за весь дом полторы тысячи в год платят обломов за квартиру при том что она у него ну многокомнатная у него же не только спальня и об этом мы тоже сейчас поговорим посылаю Захара мелочь возьми да тут только рубль сорок а надо рубль шесть гривен гривна это десятикопеечная монета сейчас уже вы даже такого и не встретите а мы не так пошли надо обойти пойдем здесь пройдем более хитрым способом заодно сделаю вам подгон вообще совершенно из другой области вы всегда берете в лавку в долг и обломов должен Захаров Захар ему говорит мяснику восемьдесят шесть рублей пятьдесят четыре копейки да ты с ума сошел одному мяснику такую кучу денег не платили месяца три то есть восемьдесят шесть ну почти девяносто три месяца тридцать рублей в месяц у него уходит на мясо только то есть опять-таки месячная квартирная плата Гоголя еще сто двадцать один рубль восемнадцать копеек хлебнику до зеленщику постоянно продукты берутся в долг и постоянно приходят к ним эти долги возвращать а обломов посылает Захара говорит что денег нет иди там сам разбирайся и а меня этим не доставай ну и наконец вот крепостное право на котором зиждется вообще весь этот роман и все три романа Гончарова у обломов триста душ и ему надо жениться а денег он считает что ему не хватит как же с тремястами душ женятся другие возразил Захар на что ему обломов начинает орать ты опять другие смотри другие в двух много в трех комнатах живут и столовая и гостиная все тут а иные спят тут же для обломова это зашквар чтобы столовая и гостиная совмещалась а и чтобы вы там еще и спали привет ребятки живущие в студиях дети рядом одна девка на весь дом служит то есть всего одна служанка девка да сама барыня на рынок ходит а Ольга Сергеевна пойдет на рынок это вот его несостоявшаяся жене несостоявшаяся невеста конечно она не пойдет сама на рынок что вы что вы я совсем другой погоди посмотри другой работает без устали бегает суетится не поработает так и не поест другой кланяется другой просит а я ну-ка реши как ты думаешь другой это я не надо обломов не бегать не суетиться ничего разве я мечусь разве я работаю мало ли ем я худощав и лежалок на вид разве не достает мне что-нибудь кажется подать слепому есть кому и не раз не натянул на себя чулок на ноги хоть живу один слава богу стану ли я беспокоиться и чего мне и кому я это говорю ты ли не знаешь ты ли не ходил за мной и черным делом я никогда не занимался то есть он это трактует как свое достоинство то что он сам ни разу на себя никакого чулка не на не насадил потому что Захар за ним ходит с детства он его алё Захар за ним ходит с детства он его одевает и бывает и описывает Гончаров как маленького Илюшеньку тот сначала один чулочек а другой чулочек а Илюшенька иногда так ему ножки-то по носу и даст если он то что-то не так сделает и все смеются всем хорошо хороший был человек более того он пишет что ты думаешь глядя как я иногда покроюсь со всем одеялом с головой что я лежу как пень да сплю нет не сплю я думаю всю крепкую думу чтобы крестьяне не терпели ни в чем нужды чтобы не позавидовали другим и так далее вот чем занимается Собломов на самом деле как Илья Ильич не умел не встать не лечь спать или не быть причесанным и обутым или отобедать без помощи Захара так Захар не умел представить себе другого барина кроме Ильи Ильича другого существования как одевать кормить его грубить ему лукавить делгать и в то же время внутренне благоговорить перед ним вот эта связка понимаете крепостного права барин его слуга один без другого не может один не может без другого физически другой не может без другого психологически ну и дальше Обломов предлагается вот брату своей вот этой будущей жены пойдем там снимем очень хорошую надпись послушайте я не знаю что такое барщина что такое сельский труд что значит бедный мужик что богатый не знаю что значит четверть ржи или овса короче он не знает ничего понимаете он просто валяется на диване ему управляющий который его обирал присылает бабки а то даже не знает сколько у него денег надо у штольса спросить вот чудесно но это как бы старая правда да в воде было не до шуток обратите внимание изнанку да как мы прошли а вот пожалуйста фасад и тут же есть опять таки все вот эти нам нужные атрибуты крылатая шапка гермесовская это лавки соответственно с улицы а там лавки с изнанки женушка его вот это на выборской стороне приживает капуста кислая с лососиной осетрины нет нигде я уж все лавки обходил и братец спрашивали нет вот разве попадется живой осетр купец из каретного ряда заказал так обещали часть отрезать потом телятина каша на сковороде как это он понимаете будет есть лососину а не осетрину и вот мне что лососину что осетрину да я блин буду счастлив вообще до безумия нет как вдруг этот барин станет кушать вместо спаржи репу с маслом вместо рябчиков баранину вместо рябчиков мать вашу баранину вместо гатчинских форелей янтарной сетрины соленого судака может быть студень из лавочки о боже ну к студен кстати я согласен я его сам не люблю ник с детства ну вот Захар взял со столика помады говорю ребенку и щетки напомадил ему голову сделал пробор а потом причесал его щеткой то есть обломов не умеет делать даже этого пойдем перейдем тем не менее почему я вообще взялся за эту тему потому что я водил там экскурсию для преподавательниц очень был интересный итог не всем она понравилась и потом мне организаторша писала что они там ну был фидбэк определенный и говорит ну это были претензии там к речи к моей не у большинства там у меньшинства но тем не менее при этом вечером они напившись матом обсуждали значит вот эту систему образования но это к вопросу вот понимаете о классической литературе с фасада все прекрасно наша любовь настолько длинна что ее хватает на час потом батарейка садится вот видите это моя зайка но нет это не моя зайка мою зайку я покажу дальше да так вот соответственно они ну вот трактуют облом его как положительного героя и таким же его трактует собственно и сам гончаров который не употреблял слово собственно как я столько раз но зато употреблял много раз другие слова за что они его ценят за то что в нем дороже всякого ума честное верное сердце это его природное золото он невредимо пронес его сквозь жизнь он падал от толчков охлаждался заснул наконец убитый разочарованный потеряв силу жить но не потерял честности и верности сука тебе деньги падают с небом блин понимаешь ты лежишь на диване и вот ты от толчков упал на диван понимаете ну я понимаю ну что это за ну Васек ну я всегда говорю что это я вот в гробу я бы хотел видеть себя таким вы организуете да да организуйте пожалуйста да ну и далее вот целый как бы абзац который я не буду читать а почему это все как бы происходит это мы узнаем из нравов деревенских которые вот когда описано было детство Илюшеньки который понимаете вот он к этому к отцу штольца уезжает на учебу возвращается худенький а ребеночек должен быть жирком понимаете от учебы вообще все очень нехорошо ну и вот что деревенские говорят старый старец а молодой растет надо Богу больше молиться да и думать ни о чем не надо правда правда трусливо отозвался Илья Иванович это отец непосредственно Набокова ну и например вот любительным путешествовать кто же ездит в Америку и в Египет англичане так уж и те господом Богом устроены да и негде им жить то у себя а у нас то поедет разве отчаянный какой-нибудь кому жизнь нипочем друзья мои не едите на курорты не только Египта но и Турции вы будете слишком отчаянные и так далее то есть вот вот если посмотреть на это все трезвым взглядом без вот охов ахов вдохов и всего остального то мы получим довольно ну странную картину да человек которому жизнь дала все да он может себе позволить ну пойдем потихонечку в сторону там будем закругляться он может себе позволить все что угодно да у него вполне приличный доход с его крепостных тем не менее он не может себя обрести и он на мой взгляд является ну вот такой квинтэссенцией русского характера не всего и обратите внимание тут же ведь еще очень важно заметить антагониста если Обломов он протагонист то Штольц это антагонист который все время светится вот он что-то какие-то там финансовые махинации проводит более того он Обломова же ну спас по сути да то есть он организовал ему его имение в нормальном виде и возвратил прежние доходы из-за чего вот последняя часть жизни Обломова прошла в прекрасном достатке и так далее но Штольц это скорее всего герой отрицательный потому что он наполовину немец вот не русский наш человек то ли дело Илья Ильич я не хочу делать каких-то там знаете далеко идущих глубоководненных выводов и так далее у нас не искусствоведческая в данном случае понятное дело лекция и она не может быть такое по определению это вообще не моя стезя и я в этот калашный ряд своего свиного рыла совать не собираюсь но вот если посмотреть на классические произведения под таким углом зрения то картина предстоит конечно совершенно иная чем та к которой мы с вами привыкли с детства и если мы будем наблюдать дальше за произведениями прекрасного великого русского писателя Гончарова то мы можем выяснить себе во-первых как много новых деталей так и подтверждение всего того что я вам только что рассказал и об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске ну или он будет там через выпуск я не собираюсь их подряд снимать когда мы будем гулять опять-таки в районе Литейной Литейной часть имеется ввиду потому что на Маховой улице Гончаров прожил безвылазно 30 лет что тоже очень не характерно людей этой эпохи потому что они очень часто переезжали ну даже если брать писателей например Достоевского который скакал с квартирной квартиры вот Гончаров как лег так и лежал ну нельзя сказать что Обломов это просто целиком и полностью писанный с него образ но какие-то его черты угадывались в Гончарове о чем замечали его современники и коллеги по литературному цеху а специально для вас друзья мои нивелирчик вот знак сохранившийся 1872 год а отсчитывает он от пупа земли который находится в Кронштадте и до которого я надеюсь мы с вами тоже доедем потому что там я собираюсь также снять свою авторскую видеоэкскурсию немножко не про то про что обычно принято рассказать в Кронштадте завершить это феерическое действие хотелось бы на фоне императора при правлении в правлении которого собственно был написан роман Обломова Гончаров ну а я не Гончаров и никогда и не стремлюсь вообще даже приблизиться к этим высоким стандартам тем не менее у меня есть что вам предложить вот прекрасный путеводитель Невский Спирсен богато иллюстрированный здесь есть кстати о птичках я вспомнил здесь есть вот в чем его уникальность что казалось бы Невский проспект ну на Невском проспекте жил Гончаров и здесь я пишу про петербургскую обломовщину может быть я даже сейчас найду кстати вот Гончаров вот он видите вуаля только это статья не про криминальные пьесы клоп к вопросу о клопах кстати это про один из самых громких субъединенных процессов ну в общем короче оно тут есть я уж сам не помню тут Арзамас и вот вот пожалуйста обломов на Невском вуаля универсальное издание еще одно универсальное издание вот это про русско-японскую войну про пиар замечательный да делят они все время чайниз это Россия да петухи но она здесь и конечно и в более стрёмном виде представлена периодически бывает этот Мерал Макаров это я буду еще показывать когда буду проводить экскурсии в Кронштадте ну и остросоциальный роман Корень конец 90-х нулевые года читаете а также я хочу вам сейчас это нечистит проедет я не знаю я тут короче после футбола ну подвернул ногу на футболе слава богу ничего катастрофичного просто на месяц выбыл из обоймы приехал и в травме говорят а ну да вечер время футбола ну и начали общаться там про мотоциклистов и почему-то они не знали я им рассказал анекдот и врач конечно с медсестру легли почему-то они не знали этого анекдота короткий анекдот что звонит директор морга директор мотосалона в небольшом городке говорит ты сегодня сколько мотоциклов продал он говорит я сегодня продал 9 а но трое еще где-то ездят ну что из песни слов не выкинешь но он просто тоже начал рассказывать про разных людей которые постоянно ломаются к нему приезжают он говорит может хватит уже но это адреналин друзья мои время ирокезов еще не наступило но они скоро появятся и уж точно они будут на наших концертах которые пройдут 30 июня в Петербурге в Ионотеке и 1 июля в Москве в клубе Алиби в столице нашей родины я окажусь буквально на этой неделе большое турне аж 4 экскурсии и следующий раз как вы понимаете буду там только через месяц в Петербурге экскурсии продолжают идти по выходным и в пятницу вечером и еще напоминаю вам что я запустил свой авторский курс как стать гидом не факт что вы им станете потому что работать надо много в любой области но тем не менее если вам это интересно то внизу будет ссылка с описанием всего что вам нужно на этом все оставляйте комментарии вот там увидимся пока спасибо 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 Продолжение следует...